Значит, ну, по факту микроорганизмы, так как они очень быстро ко всему приспосабливаются, они могут съесть практически все. И таким образом, там, любой мусор, по большому счету, рано или поздно микроорганизм будет переработан. Но такие, значит, отходы, как пластик, например, которого очень много, к сожалению, микробы их едят, микробы едят пластик, но едят очень-очень медленно. Больше всего, и, конечно, быстрее всего, микробы перерабатывают различные пищевые отходы. И на самом деле, житейски кажется, что вот пластиковые бутылки и целые острова из мусора, которые плавают в океане, вот это проблема, а органические отходы и отходы с кухонного стола – это не проблема. Это не проблема, если вы там, у вас частный дом, и вы эти остатки можете выбросить куда-нибудь, и они сами по себе там в почве переработаются. Но если говорить, например, о таких мегаполисах, как Москва, то количество пищевых отходов просто колоссальное. На самом деле, 75%, а то и больше, всех отходов жизнедеятельности человека – это органические отходы. И вот такой колоссальный объем для крупных городов – это уже серьезные проблемы. И можно их там сжигать, можно их просто закопать в землю, но для этого нужны огромные объемы. И вот сейчас разрабатываются различные технологии, с помощью которых органические отходы можно перерабатывать. Есть технологии, которые уже в промышленности используются. Дело в том, что есть такие микробы, которые, поедая различные отходы, они вырабатывают горючие газы. Метан, например. И то, что называется биогаз – это метан, углекислый газ, сероводород немножко. И с помощью таких систем действительно на фермах их устанавливают или на каких-то системах очистки источных вод. И таким образом, перерабатывая отходы, можно получать газ, сжигать его, получать тепло, крутить генераторы, получать электричество. И вот мы как раз разрабатывали технологию по переработке отходов в водород. Так как водород – это такой перспективный энергоноситель, и дальше его можно использовать в топливных элементах с очень высоким КПД и получать электроэнергию. И вот как бы следующим этапом развития этой технологии для нас, для нашей лаборатории, была работа по микробным топливным элементам. Есть такие микроорганизмы, которые, поедая различные отходы, сразу могут вырабатывать электричество. И, собственно, с помощью таких технологий можно будет просто загружать, это может быть как начиная с такого некого мусорного ведра у вас дома, где вы будете закидывать эти отходы в него и получать небольшое количество энергии, заряжать телефон и так далее, до огромных систем, которые могут перерабатывать отходы, например, мегапульс. Вот прототип такого микробного топливного элемента – это лабораторный такой прототип, в котором, собственно, мы исследуем те самые микроорганизмы, которые вырабатывают электричество, и кормим их различными видами органических отходов, а с помощью вот этих различных датчиков можем оценить, насколько много электричества условно они производят.